Доклад мой будет посвящён, посвящён он будет операциям и другие приключения фентанила. Вот с таким названием я решил его вам продемонстрировать. Ну, если вы посмотрите на картинку справа, на этих замечательных героев одномелного произведения Леонид Гайдая, операции и другие приключения Шурика, примером, наверное, такое лицо возможно у людей, если вы спросите у них, а используете ли фентанил интратекально, эпидурально или во время индукции общей анестезии. Кто-то, да, будет изумлён, кто-то нет, ну а кто-то, как Георгий Витцин, в руках будет держать уже, если присмотреться в уголовный кодекс РСФСР, ну, в данном случае Российской Федерации, потому что все эти моменты, они сопряжены с определёнными законами, с нарушениями, но их мы не будем обсуждать, не в этой лекции, во всяком случае. Это мой конфликт интересов на этой лекции, его нету. Немного о опиоидах, да, в данном случае о фентанилах. Их много, на самом деле, за рубежом. Если говорить не в Российской Федерации, есть и фентанил, и альфа-фентанил, и реми-фентанил, и су-фентанил. Они все разные по длительности действия. Фентанил, если сравнивать, например, его между опиоидами из группы фентанил, то есть не сравнивать с морфином, с провидолом, он действует достаточно быстро, 30 минут продолжит действие. Альфа-фентанил чуть-чуть, в мире, по мощности он слабее, чем морфин, но действует гораздо быстрее и действует кратковременно. Ну а реми-фентанил имеет очень короткий период полудения, посмотрите, 3-10 минут. То есть после введения через 5-6 минут препарат выводится из организма, и, в общем-то, его следы не обнаруживаются в крови. Единственная важная вещь – это относительно растворимости в липидах. Мы видим, что фентанил очень высокая, 580 по сравнению с альфа-фентанилом, а именно она обеспечивает проликновение распределения красопиоидов в спинномозговой ткани. Поэтому за рубежом используется именно фентанил при эндротекальном и неорексиальном введении, а не такие коротковременные препараты, как альфа-фентанил и реми-фентанил. В основном липофильные опиоиды, фентанил поглощается, транспортируется из эпидурального пространства в системный кровоток, и лишь небольшая часть проникает в ликтор, где уже поглощается белым веществом спинного мозга. Обсудим сегодня несколько тем. Это неорексиальное применение фентанила при операции кесаря течения или англезии родов, общая анестезия при операции кесаря течения и неакушерская операция у беременных. Сразу хочу сказать, что если вдруг вы увидите вот такой значок, зачеркнутый человек с рукой, это значит, что в Российской Федерации использовать эту схему применения фентанил нельзя. Зачем мы докладываем в России те методики, которые делать нельзя? Ну, давайте будем надеяться, что завтра утром вы проснете, или послезавтра на почте у вас уже будет лежать письмо из пресс-центра Ассоциации Кушерского Сзелу, где будет написано, что наконец-то удалось добиться разрешения на интродокальное или неорексиальное применение фентанила, и вы должны, в общем-то, знать, как, что и в каких дозах водить, поэтому об этом мы сегодня поговорим. С единственной оговоркой, что если будет значок, значит, использование такой методики данного метода и данного препарата не разрешено. При операции кесаря течения, конечно же, фентанил применяется интродокально. Интеротекально существует очень много метаанализов, обзоров. Я даже не буду тратить время на описание различных исследований. Вот последние метаанализы этого года, два больших метаанализа, говорят о том, что да, интродокальное введение фентанина, оно снижает потребность в дополнительной интероперационной анальгезии, снижает частоту тошноты и рвоты, более длительное время до первого запроса в послеоперационной анальгезии. И это очень важный момент. Посмотрите, в 91 минуту в среднем максимально, да, почти до 2 часов удается пациентке отложить введение послеоперационного обезболивания. То есть однократное введение фентанила на третали позволяет после операции в течение 2 часов пациентку не обезболивать. Это очень хороший эффект. Именно за счет этого эффекта любят неаксиальное применение эпидемида за рубежом. Не надо дать никаких различий в отношении необходимости перехода на общую энстезию. Частота гипотонии была одинаковая, начало со сторонного блока и продолжительность по сторонам блока тоже были одинаковые. Единственное, что смущает, это более высокая частота интероперационного зуда. Но здесь уже все зависит от человека. Вопрос, что лучше немножко у вас будет чесаться лицо, и 2 часа вы дополнительно будете лежать без боли. Ну, наверное, мы больше выберем плюсов этих, чем минусов. Меньше частота возникновения дрожи, что очень тоже важно. Посмотрите, почти на 80% меньше частота дрожи и меньше частота интероперационного дискомфорта как раз за счет хорошей интероперационной анальгезии. Поэтому, если выбирать из всех плюсов и минусов, которые есть, то, конечно же, плюсов гораздо больше. Есть работы, которые говорят, что введение эпидемида позволяет снизить дозу местного анестетика, и за счет этого меньше частота гипотонии. Но здесь такой вопрос сомнительный. Можно подключить вазопрессор чуть больше дозе, при введении больше дозы бупиокаина, например, и также не получить гипотонию. Оптимальная доза фентонина тротокально, которая используется за рубежом, это 10-20 микрограмм от 10 до 20. Это не значит, что если вводить больше, он будет действовать лучше. Нет, при введении больше дозы фе примерно остается таким же по времени, например, при анальгезии или по частоте интероперационной уменьшения тошноты и рвоты. Единственное, что возрастает количество обочинных эффектов. Поэтому оптимальная доза 10-20 практически. Фентонин тоже применяется не только в исследовании. Посмотрите, был интересный опрос в Швеции национальной. 32 клиники, было 47 клиник опрошены, 32 откликнулись на этот опрос. И посмотрите, в основном доводят фентонину 10-14 микрограмм, реже вводят 15-20 микрограмм. То есть практически эта доза действительно соблюдается. 10-15 микрограмм – оптимальная доза для фентонина при введении интеротекали. После операционной анальгезии, конечно же, фентонин может использовать в качестве начала. Это интеротекальное введение, что позволяет после операции отложить время первого запроса для анальгезии. И, что важно, мы видим октябрь месяц. Это еще драфт-протокол. То есть в Англии вышел гадлайн. Пока он еще находится на стадии, скажем так, редакторской правки. Обсуждается введение фентонила внутривенно в виде пациентка, троллированной англезии по сравнению с тромодолом. Мы видим, что большие исследования, ну, небольшие исследования, вернее, показали, что разницы между фентонилом внутривенно, пациентка, троллированной англезии, или тромодолом не существует. То есть интенсивность более-примерно одинаковая. Единственное, что в этих исследованиях обсуждалось чистое возникновения осложнений, не было результатов. Но если говорить про качество именно после операционной англезии, что вы будете вводить фентонил внутривенно или тромодол внутривенно в виде пациентка, троллированной англезией, разницы достигнута не было статистически значимой по ВАШ. В англезии родов, конечно же, фентонил используется за рубежом, позволяет снизить дозу местного анестетика, процент, да, за счет этого и меньшее часто возникновения миноторного блока и других осложнений. И, само собой, пролонгированная англезия при одинаковых дозах местного анестетика. Что в итоге, конечно, приходит к суммарному потреблению меньше местного анестетика в родах. Интересно очень, за рубежом, например, в Англии, да, принято, что каждый госпиталь имеет свои гадлайны на основании, конечно же, базовых. Вот мы видим июль месяца этого года. В одном из госпиталей был приголен гадлайн по эпидуральному обезболиванию родов. И там они применяют, например, в своей клинике левую бупилкаин. Но что интересно, у них прямо черным по серому написано, что если у вас есть возможность, всегда используйте левую бупилкаин с 0%, да, в данном случае, с фентанином. Концентрация 1-2 мкг на миллилитр. То есть, если возможно, всегда фентанин добавляется при обезболивании родов. И это не только в этом гадлайне, в других публикациях и в публикациях общих. Стаса Кушерский конститулок в Великобритании тоже написано. Максимально возможно использование фентанила эпидурально именно в такой концентрации 1-2 мкг на миллилитр, когда он вводится или болезненно, или перфузор. Мне любят введение фентанила в дозе 50-100 мкг сразу же болезненно на момент эпидурально, потому что, как я сказал в самом начале, в основном из эпидурального пространства в большой дозе, если вводить, он будет больше поглощаться сосудовым сплетением, попадать в вену, дальше в систему кровоток, и могут возникать различные осложнения, в том числе и временное наблюдение снижения ЧСС-уклодана, КТГ, поэтому вводят в основном, конечно же, именно в небольшой концентрации на разведении сместного анестетика. Если подводить итог, то неэрексиальное применение фентанила официально у нас нельзя вводить субархинодально и эпидурально. Согласно инструкции, официально можно вводить только внутривенно или внутримышечно. В виде пластырев можно, если есть пластыри, с фентанилом можно наклеивать. При общей анестезии, опять же, был проведен в прошлом году большой метаанализ почти тысячи пациенток. Фентанил использовался при индукции общей анестезии в дозе 0,5-1 мкг на килограмм. В среднем, если взять пациентку, 80 кг – это максимально 80 мкг, то есть почти ампула по сравнению с плацебо, мы видим, что на первой минуте статистической значимости разницы не было, на пятой минуте статистическая значимость в Абгар была, но мы видим, что разница в Абгар была в 0,2 балла. То есть дети в основном рождаются, мы видим, 9,8 в группе без фентанила, а с фентанилом 9,4-9,6. То есть 0,2 балла для шкалы Абгар – это совсем мало. Это совсем мало, это клинически незначимо, на мой взгляд. Еще раз повторюсь, что важно, что интересно, в этом это анализы и в исследованиях, где фентанил используются, в основном он применялся как раз в Азии, на Ближнем Востоке, где нет таких препаратов короткого действия, как альфа-фентанил, реми-фентанил, су-фентанил. Там тоже есть обычный фентанил, там они используют, за рубежом в европейских странах, в Америке. Конечно, используют на индукцию именно реми-фентанил и альфа-фентанил, и именно эти опиоиды показывают хорошую эффективность, потому что они короткого действия, быстро подействовали и, опять же, быстро метаболизировались и ушли из организма. Поэтому за рубежом в европейских странах фентанил не вводят индукцию, вводят аналоги его короткого действия, как я уже повторил, с альфентанил, реми-фентанил. Но вот в Азии и Ближнем Востоке в отсутствии таких препаратов, в том числе и в России, фентанил вводят. Не про фентанил, недавно вышла статья, в этом году, в апреле месяце, опять же, если говорить про индукцию общей энстезии, используйте Пентал или Пропофола, оценивался БИС-мониторинг. И очень замечательная картинка, очень интересная, было разделено на три стадии. Первая стадия – это снижение БИС ниже 60 после индукции, вторая – после завершения интубации, третья – когда все флюрант включили, и на выдохе было чуть больше, чем 0 объемных процентов. Ну и посмотреть, что получили авторы. Поначалу, да, к моменту БИС, когда было ниже 60, Пропофола фентанил, вернее, Пропофола тепетал, когда вводили, разницы с 30-40 изначием не было. Но вот уже к моменту интубации Пропофол продолжает снижать БИС где-то около 40, а у тепетал, мы видим, происходит, если видно мышка, происходит повышение уже уровня БИС-минторика, то есть пациентка просыпается, а к моменту через 30 секунд, даже можно сказать, через 10 секунд после интубации уже БИС находится выше 60, то есть пациентка имеет высокие риски интернатозного пробуждения, а на Пропофоле все еще хорошо. Доза, что важно, тепетал, в этом исследовании используется 5 мг на килограмм. Если раньше в НАП-5 говорили, что интернатозное пробуждение как раз связано с использованием более низких доз, тепетал 2,5-3 мг на килограмм, то здесь даже 5 мг использовалось, то есть максимальная доза согласно рекомендациям и российским, и зарубежным, и все равно этой дозы не хватало, поэтому все-таки за рубежом в европейских странах, в том числе не в Англии, все чаще и чаще переходят пациенты на… не пациенты, простите, переходят доктора на использовую Пропофолную индукцию. Если говорить о фентаниле, в Российской Федерации существует фентанил двух производителей, это Московский доклинозавод и Государственный завод медицинских препаратов. Об их использовании мы писали в статье «Вестник Акушерской анестезиологии. Риск и польза фентанила на индукцию». Что важно, что в этих препаратах, если посмотреть инструкцию, она, в общем-то, похожа между собой, но есть существенные различия. Государственный завод медицинских препаратов пишет, что при беременности возможно только в том случае, когда, предполагаемая польза для матери, превышает риск для плода. А Московский доклинозавод пишет то же самое, но, что важно, если препарат все-таки был введен, для наморожения необходимо уместить на готове антагонисты опиодных рецепторов. Вот так вот напрямую написано. Поэтому никто не запрещает фентанил вводить на индукцию при общей анестезии, на кесаре освещение, если потенциальная польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Ну, для плода какой рис? Это только меньшее количество баллов по шкале Абгар, временная гипоксия. Опять же, на готове должны быть антагонисты опиодных рецепторов у неонатологов. Они должны быть готовы к тому, что ребенок будет несколько вял, и по Абгару поначалу будет меньше, чем обычно баллов. Возможно, конечно, даже придется подышать мешком Амбу. Но, опять же, если эти риски, они гораздо меньше, чем риски у матери. Какие риски у матери могут быть? К сожалению, в инструкции напишут, что такое риск, а что такое польза. Мы сами должны для себя каждый раз у каждой пациентки оценивать эти риски и потенциальную пользу. На мой взгляд, место фентанила при общей анестезии для индукции – это пациентка с преэклампсией, если мы все-таки выбрали общую анестезию. Это эклампсия, это Хелп-синдром, это тяжелая артериальная гипертензия второй-третьей степени, это патология ЦНС. Штиречесосудистая патология серьезная. Это может быть, опять же, миопия высокой степени, например, с операцией на сетчатке, которая была. В том случае, если проводится общая анестезия, мы можем при повышении артериального давления получить отслойку этой сетчатки. То есть есть случаи, когда врач-аннестезиолог для себя определил, что да, здесь повышение давления на интубацию может вызвать осложнение у матери, он может ввести фентанил, предупредив об этом бригаду неонатологов, описав об этом запись, делая запись о створе болезней, совершенно спокойно ввести фентанил на индукцию, при этом не нарушая, опять же, инструкцию препарата. Потому что прямого запрета нет. Вы известили риск и вы определили, что в данном случае риск, она гораздо больше, чем польза. Вернее, да, больше, чем польза. Поэтому мы используем именно фентанил. При неакушерской операции у беременных, конечно же, фентанил можно использовать для индукции поддержания общей анестезии. Да, после операции у беременной женщины неакушерских, не происходит лечение плода. Здесь бояться нечего. Единственное, необходим, конечно, контроль КТГ после операции, отсмотра кушерогинеколога обязательно, но индукцию можно использовать. В итоге можно вот такую вот картинку продемонстрировать с таким описанием. Да, хорошо бы было фентанил водить эрексиально, но пока рано. Поэтому работай пока по-старому, мой друг. По-старому фентанил только после операции можешь водить, после излечения плода внутривенно-эрексиально-эпидроэйно-нельзя. Есть инструкции к препарату, есть определенные законы. Поэтому пока, к сожалению, нельзя. Но если наконец-то мы получим, это замечает, как я сказал в самом начале доклада, письмо от отстарского кушерогинеколога на почту, что всё, фентанил можно водить. Мы знаем теперь дозы, мы знаем, какая польза от него, какие есть риски, и должны будем готовы в любой момент приобщиться к мировому стандарту поведения фентанила. Спасибо большое за то, что слушали мой доклад. Готов ответить на вопросы, если есть вопросы.